Приветствую вас. Я думаю, что проблему, условно говоря, можно разделить на две составные части. Первая проблема, это то, как воспринимается вами, к примеру, тот или иной отказ, та или иная неудача. А вторая проблема, это, собственно, неумение сказать нет, и с чем это связано. Значит, ну, во-первых, по поводу отказа, здесь вообще всё несколько туманно, хотя это и проблема. То есть вы говорите, что, получается, отказали мне, а не я. То есть такое впечатление, что вам важно отказать. Вот такое впечатление откладывается, что вам важно отказать, что вы хотите отказать. Что для вас это какое-то значение имеет большое, что, ну, ну, например, что вы откажете, например, сами. И тут у меня к вам, конечно, возникает вопрос. А есть ли разница, вам отказали или вы отказали? Главное, что результат. Но если вас это цепляет, если вас это задевает, если вы всё равно чувствуете, что хотели бы с вами отказать, то это вопрос о вашей уверенности в себе, вопрос о собственной значимости, вот, возможно, и так далее. То есть это вот такая история и, на мой взгляд, это очень важный момент. Очень важный момент. Почему для вас, например, столь важно, да, вот, отказывать? То есть, какой доваток имеет значение. Дальше. Неумение сказать нет и недоверие своим чувствам, своей интуиции. Значит, ну, неумение сказать нет характеризует отсутствие у вас личных границ. Я так подозреваю, вот. То есть, то есть отсутствие, скажем так, чёткого понимания, понимания того, когда нужно остановиться и когда ответственность перестаёт быть, ну, например, вашей. Да, то есть, когда она становится уже чужой. То есть, возможно, это... возможно. Это непонимание своих вреда и пользы. Возможно. Возможно. Возможно, что-то ещё, чего мы не знаем. Что касается отсутствие доверия своим чувствам, то здесь вы их совершенно очевидно обесцениваете. Свои чувства, свои чувства вы обесцениваете. Вопрос заключается только в одном. Но, на самом деле, с чем это связано? То есть, с чем связано, что вы обесцениваете свои чувства? То есть, совершенно очевидно, что здесь у вас, ну, имеет место быть некий конфликт. Но что конфликтует? Я думаю, что конфликтуют с чувством и разом. То есть, они у вас действуют ни в одном направлении, ни в одном русле. К сожалению, к сожалению. А это, на самом деле, критическая история. То есть, критично важно, жизненно важно, чтобы, что это действует в одном ключе. В власти происходит борьба. Ну и, конечно, помимо приведения в порядок интеллектуальной составляющей разума, да, необходимо, конечно, и лучше ориентироваться, наверное, в ваших чувствах, в своих чувствах, чтобы лучше понимать, что с вами происходит, конкретно, что с вами происходит. Конкретно, какие у вас чувства, что они всегда представляют, ага, чувства ваши, вот. Это, на мой взгляд, нуждается в корректировании. Корректировка нуждается, потому что, ну вот. Пока что, пока что, ну, мне видится, такой вот момент, да, что, ну, вы свои чувства обесцениваете. Вот. И опять же, опять же, это не может быть, эм, исключаемостью. То есть, вы не добираетесь к твоим чувствам, потому что у вас есть убежденность, у вас есть привычка, у вас есть паттерн поведения. И говорить себе, что, вот, то, что я чувствую, это, ну, вообще говоря, неважно, незначимо, не ценно и не стоит моего внимания. Ну, и, конечно, желания, которые у вас есть, да, вот, ну, собственно, в результате чего вы игнорируете свои чувства, вот, ваши желания, они тоже дают о себе знать, конечно же. Вот. Потому что вы, вероятно, ну, по всей видимости, не удовлетворены полностью собой и своей жизнью и тем, как и что происходит. Вот. То есть, в своих желаниях вы до конца, опять же, не ориентировались. Вот. Вот. В результате чего и происходит подобный диссонал, ну, подобный диссонал. Вот. Вот. Как это, по крайней мере, видится мне, исходя из того, что вы написали. Итого, работа с чувствами вам рекомендуется. Я вам рекомендую работу с чувствами, я вам рекомендую повышать свой эмоциональный интеллект. Вот. Вот. Это для вас будет полезно, это для вас будет хорошим. Опытом, хорошим. Эммммм. Навыком, новым. Который вы сможете использовать, эмммм, в себе во благо, как раз таки, эмммм, для того, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Вот. Ну, и свои желания, эмммм, свои желания, свои потребности им тоже нужно принимать во внимание и грамотно их удовлетворять. Потому что, ну вот, то, что сейчас происходит, к сожалению, это свидетельствует о неосознаваемости ваших потребностей, неосознаваемости ваших желаний. К сожалению. Вот. Но, все корректируется. Вот. Все корректируется. Вот. Все корректируется, все исправляется, вам можно помочь. А если вы, конечно, позволите нам это сделать. Вот. Сейчас, эмммм, просто подумайте над теми вещами, которые, которые я вам дал. Ну, вот, я надеюсь, что для вас это будет, эмммм, как минимум, полезно. Вот. Вот. Как минимум. Надеюсь, что, как минимум, для вас это будет интересно. То, что я сказал. Ага. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. А, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А, с чувствами нужно работать очень деликатно, чтобы им не навредить, чтобы их не деформировать. Поэтому, а, универсального какого-то, эммм, средства, эммм, и универсального, эммм, способа работы с энтуиции и с чувствами нет. Все это исключительно индивидуально и подстраивается именно под клиента. Вот. Ну, просто, чтобы вы понимали, да, просто чтобы вы понимали, как, как, как обстоят дела. Вот. Ибо, на мой взгляд, эммм, в общем-то, эмм, история важная и, меньше, эмм, самое, эмм, меньшее, что я хотел бы сделать, да, это, эмм, как-то еще больше вам навредит. Вот. Поэтому, относитесь, эммм, бережно к себе, относитесь бережно к своим чувствам, вот. Вот. А, позволяйте, эмм, своим чувствам, эммм, влиять на ваше поведение, вот. И, увидев, эмм, результат от этого, увидев результат от этого, эмм, ну, вы уже не сможете действовать по-другому и будете недоумевать, эмм, как вы жили без этого раньше. Так вот, эта история, вот, эмм, чем-то, чем-то напоминает, знаете, эммм, трех, точнее, двухколесный велосипед. Эммм, чем-то напоминает история, эммм, двухколесный велосипед, самое, что, ну, эммм, не очень удобный, но, когда начинаешь пользоваться, да, эмм, эмм, потом уже, без него не можешь. Вот. Так, так же, так же, я уверен, эммм, будет и с вами. Если, если, конечно, конечно, вы привозите какие-то силы для того, чтобы ситуацию поменять. Вот. Эммм, надеюсь, что помог вам, если у вас остались, эммм, дополнительные вопросы, эммм, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад, эммм, помочь вам. Эммм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.